всем огромный привет я решила поздороваться и вот такое сделать вступление к ролику у нас сейчас все красиво все цветет но дело в том что на протяжении наверное 2 3 недель я снимала небольшие кусочки на улице и так я их и не решилась загрузить но сейчас думаю если загружать как листья распускаются то меня мало кто поймет ну на самом деле я поэтому и снимаю сейчас чтобы предупредить не пугайтесь я просто на протяжении долгого времени снимала и если кому-то будет интересно вот болтовня ни о чем просто пока показывать буду природу моего города именно деревья кусты цветения если это будет интересно то приятного просмотра а так в основном просто влог ни о чем встретили мы вот такого смешного медведя когда гуляли да максим чего еще там один макс хочет еще одну медведя показать сегодня очень жарко мы пошли с максимкой центр нашего города относить заколку мне заказали заколку и придется идти далеко чтобы ее отдать ничего зато погуляем давайте мы посмотрим какая у нас листва красивая все распускается первая зелень она такая прям нежная классно на максим бабочки летают красиво девчонками с некоторым переписываясь говорят еще снег на севере у нас вот такая вот красота молода свежие совсем только-только распустились листики мы живем в таком страшненьком районе правда мы уже минут десять идем от нашего дома почти весь район в таких двухэтажках есть пятиэтажки они он там подальше есть новостройки они тоже дальше в целом такой старенький совсем район всем домам более 50 лет 60 с лишним это и есть наш центр города очень старинный такой наш центр город мой входит в золотое кольцо россии переславль залезки это река трубишь она впадает в озеро плеще его это озеро прямо на краю города отсюда где я стою 10 минут буквально идти озеро красивая неглубокая очень хорошо в нем даже с крошечными детьми отдыхать потому что он все время теплая город очень старинный поэтому и домики такие у нас центре маленькие есть микрорайон с новостройками но в стороне основная жизнь там всем огромный привет пошла я за фаберлик и прохожу мимо такого дикого сада я был него с одной стороны и вот там дальше вишневый с другой стороны у нас городе очень много плодов и ягодных деревьев которые вот просто на эти такие дикарями растут рядом с большими домами между домами видимо в свое время очень много насажали и очень много вот таких вот сборников покажу такая аллея вот я сейчас эту под кленом там стоит тополь после клёна сразу рябина береза представляете в городе есть кстати места с орешником и орехи там рядышком яблоня и там еще есть вишни вообще очень интересного в городе как красиво каштаны есть правда они не успевают плодов но плодоносить вот каштановые тоже деревья проходила очень много военных всяких деревьев поэтому в целом город как по зелени очень красивые у нас я уже говорил я живу в городе переславль залезский вот название ему дано что он якобы за лесами залесье поэтому город достаточно зеленый у нас очень хорошо дружит частный сектор и новостройки большие это школа начальных классов мимо прохожу вот иду за фаберлик фаберлик у нас вообще в эту неделю что-то отличился мы заказ делали в понедельник на прошлой неделе и сегодня уже пятница следующей неделе и мы только-только вот сейчас получим это получается почти в общем 11 дней я ждала свой заказ у меня уже и подруги спрашивают цвета когда уже скоро следующий каталог а мы все ждем с машину пропустим решила давай взять с собой максимку не взяла у меня все болеют и муж сильно болеет у него очень хриплый голос мама у меня болеет она совершенно без голоса но максимка так теплится но хотя бы в отличие от них без температуры а сейчас второй класс заканчивают одни областные контрольные годовые вот а мы через день дома сидим но три дня дома полностью просидел сегодня на контрольную сводила и опять дома на выходные сейчас врач был больших взрослых зайдем в аптеку надо будет купить то что им прописали такой вирус интересный по городу ходит врач сказала все одинаково болеют с очень сильным кашлем прямо задыхаются от кашля и как бы она вот всем одно и то же прописывает она год вообще все одинаково ягод сама такая же подхожу вот частный сектор смотрите как много не на солнце отсвечивает или нет очень много вишни по эту сторону забор и красиво нас много соловьев ночами так красиво поют соловьи эта дорога в одну сторону только на ней нету тротуаров мы ее не любим потому что когда сезон дождей на ней скапливаются огромные лужи и машины проезжая окатывают пешеходов с ног до головы поэтому это не интересная дорога и и все не любят вот цветной домик дворик хозяин таким интересным орнаментом абстракции разукрасил свой двор надеюсь видно снимаю на телефон а на телефоне камера трясется когда идешь и бывает голос впереди а картинка отстает я таким образом кстати очень много роликов снимаю а потом понимаю что это неинтересно и все выключаю и не загружаю вот кстати хвойная на елка такая что ли к сожалению я свой не очень дружу я все время неправильно обзываю вот такая красота с шишками шишек у нас много у нас за городом даже хвойные леса и среди вот этих вот елей елок есть детские лагеря дома отдыха такие красивые одуванчики желтенькие вишенка белая он еще большое дерево тоже хвойные на той стороне тут сирень но сиренева только-только зацветает тут двойной куст справа сирень сиреневая а слева белая я кстати левша переученная поэтому мне очень сложно быстро определиться где право где лево я совершенно ну года два назад только узнала что все левши переученные быстро не соображают где право где лево надо вспомнить сначала какой рукой ты пишешь там право значит ну по крайней мере у меня так сейчас иду по улице прямо наслаждаюсь все цветет так вкусно все пахнет и вишня и яблоня и черемуха это вообще такое наслаждение не могла не поделиться конечно у всех сейчас цветет я думаю все это видят как это красиво смотрите вообще шикарная красота конечно такие цветы и слива все сейчас цветет а яблоня вообще на сакуру похоже она даже с розовыми цветочками знаю видно будет ли ее на солнышке попробую показать очень красиво единственное мне все отсвечивает я даже не знаю видно ли то что я снимаю вот так красиво вот так красиво аромат как это уже черемуха расцветает тут вообще аромат вкусный вкусный прелесть самая красивая пара я встретила такую красивую яблоню у нее посмотрите веточки тем от земли начинаются так классно так классно и вот так вот прям сам небо вся эта красота уходит вообще настолько классно цветы цветы большие крупные очень красиво вообще самая красивая пара вот этот май вообще рядом березка шикарно очень дорого есть по пути к jewel stärка а весь к ucking точно нипот Вообще красота. Так вся елка. Елка огромная на самом деле. Вот вся, вся в таких вот нежных веточках молоденьких. Это уже другая елка. Только я не знаю, как она называется. То есть в молоденьких шишках. Вот такая красавица тоже. Девчонки, хочу каштан показать. Но правда ветер. Сейчас если приблизит. Не знаю, насколько видно. Вот такой у нас каштан. Единственное, они не успевают зацвести. Плоды дать цвести успевают вам. Как красиво цветят. И хочу обратить внимание. Видите, у нас какие огромные-огромные деревья в районе. Очень большие. Сейчас я пойду и расскажу. У нас года три назад был очень сильный ураган. И много вот таких вот огромных деревьев попадало на дома. И после этого в опасных местах, это в районе школы, как бы, и некоторых ломаных, ну и деревьев, которые сломались, надломились, прямо огромное количество их спиливали и вывозили. Но повредило очень много вот этих домов. Они, видите, такие обновленные, потому что они все были побиты вот этими вот деревьями, ветками, палками. Я в конце поищу фотографии. Я в тот день ходила, фотографировала. Это безобразие. И постараюсь показать, фотки вставить. И я не просто так с вами иду здесь. Это вот я иду к своему дому. Хочу показать вот вход в садик. Наверное, видно. Единственное, что очень шумный ветер. Видите, сколько деревьев? Вот эти вот все попадали. Прямо вот вход в сад полностью перекрыт был. Вот эти деревья. И также вот наш стадион. У нас тут был лес. Если честно, тут спиливали прямо, я не знаю, десятки машин. Увозили эти деревья. Оставили, вот видно, тут в ряд березки оставили. А вот здесь выпилили все. Прямо выкорчевывали. Тут все было огромное. Вот стадион, только за стадионом был огромный лес. Тоже оставили только березки. Ну, вот покажу вот этот край еще. Вот, видите, одни обрубки остались такие торчать. А все было как там вдали. Вот такие огромные. Ну, разруха-то хорошая. Нашему дому повезло. На нас не упало ни одно дерево. Но остальные дома почти все были пострадавшие. Потому что деревья падали. Ой, ветер сильный, наверное, не даст мне говорить. Вот. Ну, в принципе, я уже все и рассказала. Фотки я вставлю. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...